В Сургуте полным ходом идет ликвидация сараев и гаражей по улице Первомайской. Гаражи, сараи и даже бани – все это появилось напротив многоквартирных домов еще в советские времена. Некоторые постройки жители используют до сих пор, но в основном они заброшены. Кроме того, согласно действующему законодательству, все строения смонтированы на землях, не отведенных для этих целей. Это все строение, скажем так, самозахват земли, так называемый, если грубо выразиться. Но в итоге получается, что жители осознали все это, что пришел момент, наступил такой момент, что уже вот такой вот, скажем, в центре села непристойный вид. Это не очень хорошо. И люди, в принципе, уже к этому свыклись с этой мыслью, что нужно это необходимо убрать. Ликвидация гаражей сараев началась неделю назад и будет завершена в самые короткие сроки, после чего придет черед строительных работ. Сейчас уже есть визуальный проект пешеходной зоны. Был сарай у бабушки напротив детской площадки. Я знаю, что будет модернизация, улучшение. Будет сквер построен, высажены деревья. Ну, бабушка была готова к этому, она тоже хочет улучшения в поселке, поэтому отнеслась нейтрально. Конечно, расстроилась, но все равно. Но, как выяснилось, не все жители довольны происходящим. Коз мы держали в сарай. Коз, кур. Ну, пришлось куда деваться. Ну, страдаем, конечно. Некуда девать скотину. Если бы мы знали бы раньше, мы бы осенью их убрали бы. А что делать? Это не моя земля. Все уже. Я не хозяин. У меня вон перед домом было. Как у всех. И все, а здесь ты что? Впрочем, большинство граждан с нетерпением ждут перемен. Прежде всего, это автолюбители и родители школьников, чьи дети ежедневно вынуждены ходить в школу по достаточно оживленной проезжей части. Назрел вопрос о постройке тротуара, ну, пешеходной зоны, скажем так. Как хотите ее назовите, это будет просто, ну, может быть, даже и место отдыха какое-то, да. Это лавочки, урны, скажем так. Озеленение, соответственно, в дальнейшем. Я благодарен жителям за то, что они все-таки осознали все это, что необходима вот эта вот пешеходная зона, что им самим же здесь передвигаться безопасно, в первую очередь безопасно. И для детей безопасно, для наших пенсионеров, которые с трудом передвигаются вот по проезжей части. Поэтому, я думаю, здесь от этого проекта все выигрывают. Юлия Трухтанова, Дмитрий Сурков, телекомпания «Радуга-3». Юлия Трухтанова, Дмитрий Сурков, телекомпания «Радуга-3».